Великий ассортимент в твоем доме и это только шампуни. На самом деле твой дом вообще отдыхает по сравнению с подружками. Любимая джапоника. Опять джапоника. Гель для душа. Мне кажется, как будто тоже побольше, чем в подружке. Смотрите, как красиво. Похожи на цвета, которые у меня в комнате. Гуляем по почти пустому торговому центру. В субботу 5 марта никто не хочет гулять. По магазинам очень мало народу. И желание ваших цветов растений на новом месте. Твой дом. Все лучшее в нем. Сегодня готовим карбонару. Сначала режем чесночок. Сейчас я буду измельчать соломкой бекончик. Макароны будут сегодня какие-то вот такие, капельни. Вот это первый этап. Еще натерли сыр. Беконы здесь 200 грамм. Вообще по рецепту его должно быть 150. Ну, тут как бы, наверное, просто побольше макарон в спагетти добавлю. Сыр нам понадобится для соуса. Его нужно 50 грамм. Ну, здесь тоже у меня, видимо, побольше. Ну, так, с запасом, да, чтобы побольше получилось карбонары. Сейчас буду обжаривать на оливковом или на растительном масле. Обжариваю чесночок. И потом добавлю бекон. Быстро обжариваем чесночок. И сейчас добавим туда бекон. Пока обжаривается бекон, мы будем делать соус. Нам понадобится для него три желтка. Вот мы их отделили. Сейчас я их сболтаю. Добавлю то сливки и сыр. Еще поперчу и посолю. И в этот раз у меня вот такие сливки 23%. Написано, что они идеальны для соусов. Ну, посмотрим, что получше. Сливки оказались очень густые. Просто как крем, на самом деле. Сейчас вот желтее немножко взбила с солью и перцем. И буду замешивать вместе со сливками. Следующий этап я добавлю в этот соус сыр. Соус для заправки карбонары готов. Бекончик пожарился. Сейчас я жду, когда скипит вода для того, чтобы сварить капеллини. Они варятся всего лишь три минуты. Когда я их сварю, я их положу в сковородочку. И покажу, что я буду делать дальше. Сейчас буду ждать, когда закипит водичка. Макароны сварили. Сейчас будем добавлять сырно-сливочный соус. Все это перемешивать. И в конце добавим бекончик. Вот и все. Наш карбонар готов. Получилось, кстати, очень вкусно. И внизу я оставлю вам ссылку на рецепт, который я готовила уже не первый раз. Надеюсь, вам понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!